Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас КОП КОП по старине То есть будем шурфить Сегодня заключительная часть Очередной экспедиции КОП по старине И давайте коротко освежим свою память Интересными фрагментами Но копать-то надо Вот здесь вот, ребята То есть ошиблись вот настолько вот И вот смотрите Крупничок выпал И это явно монета В первой части копали при свете фонарей Находки были, и даже цари Помою Ставки, господа Пока Я ее не помыл Что думаете? Поманите, что это? И судя по размеру Это у нас Двушка Две копейки серебря Зачем? На утро нашли новый фундамент И стали копать советики Сорок шестой Сорок шестой Сорок шестой пятачок в прямом эфире Пойдет, пойдет Ну и среди советов Проскакивали и царики Или пятьдесят девятый Вот такую Пятьдесят восьмое универскость раненая Пятьдесят девятый не очень Ну и здесь выкисла Вот она Вот она монетка Могу с уверенностью сказать Блин Сорок шестой год Зачастую я накопал советы С сорок шестого года Да Хе-хе-хе-хе Двадцать копеек Сорок шестого года Остался я снова один Как начинал Один А земляной дед Нервно курил в стороне Так как дед Отдавал последний Сидит дед Вы наверное скажете О, Санек Совсем Крышу поехал Пятницу себе нашел Итак ребята Всем привет Сегодня у нас коп Коп По старине То есть будем шурфить Вы знаете Сегодня так сложилось Что мы поменяли Знаете Одни приехали Другие выехали Я буквально опоздал На три часа Три часа назад В этом месте Были пацаны Михалыч Денис Кавказ Еще несколько парней Они здесь шурфили Находки в принципе У них были классные Но Сложилось так Что ребят Я попутал Времена Думал сегодня среда В общем Дело было так Поехал я в магазин Как вы знаете У меня квартира новая Ремонт делаю Поехал в магазин Стройматериалы Закупать Ну и решил еще и По металлу покопать Чтобы окупить И знаете Ковыряюсь Ковыряюсь Пивка попил Думаю С ночевкой останешь Тут хлоп пацаны Звонят Саня Ты на коп едешь Я не понял А что Пятница Да Саня Ты что Сегодня пятница Мы на коп выезжаем Я ешкин кот Я в общем Закруглился сегодня Рано-рано утром По металлу копал Видео есть Где я пляж почистил Очень достаточно хорошо Итак ребята Я вам говорил Про пляжик Который здесь находится Вот пляжик Я взял с собой Металлоискатель Пляжик он маленький Вот Но Меня заинтересовало Другое Смотрите Здесь раньше Были лавочки Но кто-то В свое время В погоне За металлом Их срезал Вот они Столбушки стоят Столбушки стоят Там еще Я уже Здесь один выкопал Здесь И здесь То есть видите Я облагораживаю пляж Тем самым Посмотрите Видите да Дорожка И многие наверное Особенно будет печально Если ребятишки Бегут к воде И спотыкаются Вот об эти вот Столбы Ну вот так вот ребята Прошел у меня сегодня Пляжный коп Кто-то собирает серебро Золото А мы собираем Металлолом Как-то так Итак ребята На этом я буду заканчивать Своё видео Я и забыл Что сегодня пятница Вы знаете По пятницам Мы отправляемся На раскопки с друзьями Пошурфить Вы знаете Я сегодня Выехал в магазин Застрой материалами Пляж Ребята сегодня Ходили по пляжу Оказался он Не золотой Не серебряный А железный Ну настоящие Реальные деньги Вот так что На этом и всё Сейчас Смотрим То что я откопал Откопал нормально В целом Гуд 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 А сейчас ребят Отправляюсь Домой И выезжаем На следующий коп Сразу же Сразу же едем К пацанам Пацаны Там уже Копают Ребят По металлу Получилось у меня Сегодня Вот так вот Загрузил Трубы Несколько слоёв Я не знаю Штук наверное 13-14 труб Прям Хороший Увесистый Это у нас медь Медная труба Трубка Получилось Как и так Нормально Зачётно Облагоустроил Грубо говоря И знаете Поспал 3 часа И приехал В эту же деревню Конечно Она сейчас пустая Никого здесь нет Вот смотрите Вообще никого Только один я И Приехал я На местечко Где в принципе На той стороне Вон видите Тополь стоит Старый Да Вот там вот Нашли На Когда я был Ночью Колокол Достаточно приятный Колокол С тремя курицами Смотрите Ребята Орёл Это не орёл Это курица Да Это курица С одной головой Да Курица Блин Посмотрите Видите Да ребята Это курица Почему курица Не орлы Потому что Голова Одна И Вы знаете Здесь вот Находил я серебрушку Верховую Прямо на поле Вы За мной Моей спиной Не думайте Это не капки Да А то подумайте Капки 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 Нет Это Кроты Кроты копают В общем К чему я завёл Эту тему Приехал я непосредственно На то место Которое я буду копать сегодня Вот оно Как бы знаете Вон там Почему-то копано Но копать-то надо Вот здесь Вот ребята То есть Ошиблись Вот настолько Вот Сейчас я посмотрю Что здесь будет Я не обещаю Не обещаю Что Я угадал С фундаментом Вот смотрите Видите копано Видите копано Вроде сопутка Есть какая-то Там Что по сопутке Тут Так Горшочки имеются Гильзы В общем Сопутка имеется Но Но Я предполагаю Что шурфить Нужно всё-таки Вот здесь Вот здесь Сейчас я попробую Всё это дело сделать Ночью я копать буду Не один Обещался Женька приехать Затем Завтра Утром Диман подъедет Модератор мой На канале Так что Я думаю Я место Приготовлю Для совместного копа Надеюсь Фундамент Будут давать Находки Ну и Продолжим Продолжим С Женьком Сегодня ночью И утром Завтра Так что Пожелайте нам удачи Находки Надеюсь Не точно Итак Ребят Сейчас Женька звонила Он только из Самары Выезжает Только через 2 часа Приедет Разработала Фундик Вот такая Ямка Глубина Всего на 2 штыка Я думаю Глубже будет Сюда Дальше Засыпку Далеко не выкидываю Для того Чтобы потом Её Присыпать И Долго Коротко Долго Коротко Вот такой вот Керамики Здесь полно Горшочки Прям знаете Вываливаются Пачками Бутылки Всякие Разные И Первая Находка Ребята Но я Немножко Расстроен тем Что Не то что это Советская монета Год 32 Да Что она В идеале Вот и в этом Я и расстроился Расстраиваюсь То что монета В идеале Это Не дымовой Сахар Вот в этом Я немножко И расстроился Они должны Быть на шерфе Убиты А это Прям шикарный Прям шикарный Шикарный Надеюсь Ну здесь вот Будет Находки Или вот здесь Ну здесь вот Печь Видите да Возвышенность Небольшая И Смотрите Около Возвышенности Пошел Красный Беленый Кирпич Вон он Видите Это печь Но в доме Две печи Мне нужна Печь Именно Не та Которая Топилась А печь Именно та Которая Готовила Пищу Ладно Подождем Два часа И Женька С нами Ребята Вы даже Не представляете Как я сейчас Это Бежал за камерой Прямо В припрыжку В припрыжку Ребята Сигаретку Не успел Прикурить Закурить Как Вам показывал Копеечку Советскую И вот смотрите Крупничок Выпал И это Это явно монеты Что за монеты Ну по размеру Либо одна Вторая Ой Николаевская Копейка Либо Двушка Пойду я Пойду я И помою Помою Ставки Господа Пока Я ее не помыл Что думаете По монете Что это Класс Пойду я До машинки Помою Итак ребята Вот До этого Показывал Жаловаться Что нету Домового Сохрана Вот такие Монеты Должны быть Домового Сохрана И это У нас Вензеля Проглядывается Николай Первый И судя По размеру Это у нас Двушка Две копейки Серебром Зачет Зачет Первый Царь Класс Итак Ребята Видите Там вдали Вот эта Точка И это Едет Женя Я рад Очень рад Что ночевать Вторую ночь Буду не один Класс Женька Здорово Точка Точка Здорово Ладно Мы продолжаем Кстати Я вам Нем показывал Нашел Вот такое Уже Количество Монеток Три Двушки Две По копейке Две Пуговки От Самовара Колечко Пряжечкой И вот Это Народное Производство Из монеты Ну Как то так Ребята Пока Как то так Итак Ребята Видите Он там Свет Вот он Это Женька Ходит Верховы Сшибает За Удачу За Находки С земляным Дедом Бахнули И У меня И шурфа Выбала Монета Что за Монета Монета Непонятная Так Старый Герб Это Уже Радует На этом Фундаменте Все Монеты Со Старым Гербом Год Три Копейки Судя По Размеру Двадцать Шестой Видите Да Двадцать Шесть Видите Нет Ну Да Темно Расплывается Двадцать Шестой Год Три Копейки К сожалению В таком Сохране Монета После Чистки Будет Убитая В Кавернах Короче Не Очень Не Очень Хорошая Находка Не Очень Хороший Сохран Ладно Будем Продолжить Искать Пойдет Пойдет Итак Ребят Совсем Уже Темно Это Свежий Фундамент Который Били Наши Пацаны Мы Приехали Переместились Сюда На Ночлег И Верховая Ребята Вот Из этой Ямки Выскочила Ну Пацаны Немножко Не докопали Немножко Не докопали Выскочил Вот такой Питак Но Сверх Естественно Ничего Нету Это Питак У нас 30 Год Но Все равно Приятно Когда Камрады Пропускают Такие Крупные Монеты Или Хотя Не пропускают А не Доходят Вот такой Пятачок Пятачок Наверное Здесь Сейчас Продолжу Шурфить Потому Что Уже Темно Не Знаешь Где Зашурфиться И От Именивая Лучшего Будем Пользоваться Худшим Вот Этот Холмик Как-то Что-то Он Не Копанный А Здесь Монеты Наверное Вот Это Надо Все-таки Зашурфить Итак Ребята Доброе Утро Я Проснулся Женька Вон там Копает Переехал Я Проснулся Решил Позавтракать Позавтракать Именно Смородиной Видите Да Смородинка Кто ходит По лесам Встречает Вот такую Дикую Смородину Она Вкусная И Вот Знаете Вон Там Вон Самый Такой Центральный Куст Туда Я сейчас Не полезу Там Ободраться Можно Смотрите Какая Смородина Там Сравните На веточках Смородинку И Смородина У меня На ладони Для Образца Надо Добавить Сейчас Вот Смотрите Для Образца Сорву Маленькая Смотрите Смотрите Видите Да Маленькая И Это Вообще Три горсти Вот такой Смородинки И наелись А вот такими Надо горстей Блин Пятьдесят Ладно Легкий завтрак Сейчас Женьке Подъеду Еще Кофейку Надо Приударить Итак Ребят Мы в поиске Фундаментов Вон Женька Там Пытается Зашурфить Знаете Я Пошел По этой Стране И мне Нужен Домовой ряд Именно Вот Где Стоит Дерево Кустарное Там Там Порядок А И Первый Сигнал Который Аська Копанул Я даже Знаете Как-то Не подумал Что будет Монета Но Это Монета Вот Из этой Ямки Засыпки Нету Но Монета Удивила Тем Что Первым Сигналом Это Три Копейки Тридцать Девятый Год Такая Вот Верховая Жалко По ней При жизни Кто-то Ударил Что Да Тридцатый Год Вон Слепочек Еще остался Смотрите Какой Слепочек Ладно Зачет Утро Начинается Доброе Мы вчера Когда Вечером Ночью Заканчивали Небо Было Пасмурное То есть Звезд Не было Видно И я Женьку Говорю Завтра Будет Погода Класс И да Погода Класс Солнышка Нету Для Копа Самое То Ладно Продолжаем Ищем Фундамент Итак Ребята Кручусь Вот Вокруг Вот Этой Дымовой Ямы Цветные Сигналы Там Там Но Это Хрень Всякая Вон В той Вон Ямки У меня Был Кусок От Подсвечника Латунь И Вот Здесь Вот Сигнал В этой Лопатке Вот Он Лежит Сигнал Вы подумайте Кусок Кусок Фигни Какой-то Цветной Да Она Цветная Я Сразу Определил Что Крылышки И Вот Потер И Смотрите В центре Сердце Сердце С крыльями Правда Здесь Видите Доделали Перышки А здесь Не успели Вот Такая Вот Диковина Кружок Очумелые Ручки Надо будет Здесь Вот Походить Я вот Здесь Только Прошелся А может Даже И придется Шурфить Вон Тут Фундамент Хорошо Давал Вообще Зачетно Другие Фундаменты Пустые Гнилые Вообще Ничего Так что Нужно Нарваться На тот Самый Фундамент Который Будет Давать Находки Вон там Женек Лазит В поисках Ну ладно Встекляшки Есть Засыпка Более Менее Может быть Дом Был Ну ладно Посмотрим Итак Ребят Здесь Вот Проходили Мы Фундамент Нашли Вот Из-за Этой Ямки И Видно Очертания Фундамента Я пошел По верхам Походить Пару Монет Поднял И Женька Здесь Зашурфился Метр Так И два Так И у Него Находки Находки Есть И он Для меня Приберег Вот этот Камушек Ну и Здесь Советы Наверное Совет Давай Жень Ломай Люблю Камушках Находить Красиво Так лежит Но Женек Говорит Не факт Вон Они Вот Угу У меня Ребята Смотрите Двушка Блин Такой Большой Камушек Была Всего На Всего Двушка Двушечка Двадцатый Год Жалко Не Двадцать Седьмой Итого Что Мне Здесь Порадовало Что Он Нашел Ребята Нашел Большой Здесь Крест Мужской Натильный Смотрите Вот Такой Крест Вообще Большой Огромный Вот Это Ну Один Из Самых Больших Крестов Которые Я Видел Они Больше Не Бывают Самый Большой Ну И По Монеткам Тут Че У Нас Трешка Двушка Двадцатка И Пятак Сорок Шестого Года Такая Супер Финка Шка Шка Подкова На пони Что ли И Ложек Куча Куча Ложек Ладно Сейчас Походу Женька Собирается А мы Наверное Будем Продолжать Копать Итак Ребята Женек Говорит Блядь Надо Наверное Все таки Остаться У него Находка Причем Приятная Мы Рассуждали Монеты Здесь Как бы Крестик Но Деревня Советская Прям Советы 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 И Крестик Женек Говорил Что цари Должны Быть И Вот он Ребята Вот он Царь А2 1858 Должен быть Или 59 Вот Такой 58 У него Распространенная А 59 Не очень Ну Здесь Выкиса Вообще Зачет Первый Царь Сегодня Первый Медь Класс Жен Думай Поехали Поехали Обещал Зачем 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 В прямом эфире Смотрим Зачем Советский 46 точек прямом эфире пойдет пойдет 777 пошли 99 ну на 99 это в основном жбонь всякая не буду тратить видео пленку ребят же не откопал вот такой крестик женский нательный лепесток на оборотной стороне молитва честному кресту и вот знаете в стенке сигнал есть не хочу в прямом эфире заснять что там может быть но сигнал не там же кончился может стенки еще подрежу стенку человек может вечно смотреть на три вещи как горит огонь течет вода и как работает другие я вот сижу вроде виде оператора и снимаю себе контент на стенке должен еще чуть выше вот срезают это неплохо да блин не тут присыпь шепт сверху не потому что он то он гнилая хреновина запас 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 не давайте все таки дождались дождались должно живем у нас просит дает бон гильзы это он донышко жопка торчит указательным пальцем ты держишь левые руки я до этого ремингтон нашел деревяшка ну что было в солнцем так это нас все к сожалению не увидим без надписи обычный забит деревяшечка ладно сейчас обед и так ребята ну что остался я снова один как начинал один и заканчиваю один в общем женька уехал оставил мне фундамент свой на разработку конечно он здесь выполнил работу всего на всего четвертую часть и ему нужно было домой ну жена дети как понимаете в общем к чему я завел речь фундамент как бы знаете не особо чего хорошего дает пока но только монеты на этой деревне на каждом фундаменте было одна две царские монеты основные все советы вот и этот фундамент уже дал два царя да да два царя вы уже догадались что у меня здесь царик выпал надеюсь не последний так что царь у нас получился так вон среднего размера и это николаевская в больших окислах копейка год к сожалению не скажу но николай пойдет не совет кстати напоследок Женька отсюда еще три монеты выдернул советики опа крышечка ребята крышечка за чего-то такие вещи я люблю и собираю класс вот эта находка приятная лучше чем царь ну что ребята та часть немножко выдохлась тем что идет поперечная каменная стенка видите чуть позже наверное туда перепрыгнул здесь тоже стена и решил идти в ту сторону там не копно углубился сюда засыпка хорошая в принципе идет керамика и вот пятачок тридцатый год тридцатый ну вот неплохой вроде да неплохой это кажется а после чистки будет убитый и так ребят фундамент перестал давать ну совсем перестал давать вот отсюда вот начинается стена из камня видите приходите с камнем бороться вот и знаете вот здесь вот камушек сигналит так вот смотрите и бегает бронза серебро глубина 10-15 сантиметров сейчас я буду снимать здесь смотрите они пластами блин если видно прямо на объекте ой на этот на экран капает с меня ребят душно не жарко но душно сейчас я попробую не отвлекаться так от видно нет хрен не знаю видно нет будем сейчас снимать вот этот вот пласт раз видите да все перестал сигналить все перестал сигналить и бля бронзовые ребята хрень какая-то на камне на камне лежала плоско ну ладно итак ребят я на пределе душно солнышко вышло стало жарко на пределе то что устал бороться куда не воткни лопату кругом камень сюда иду здесь кирпич ну здесь более-менее еще и уже блин знаете действительно на пределе выпала очередная монета вот она лежит прям как лежит так и лежит это у нас пять копеек сороковой год ну неплохой так-то сохранчик да фундамент его не убил настолько сколько можно хорошая монета пять копеек 1946 я думал 40 46 самая распространенная 30 и 46 не знаю из-за того может быть то что тираж большой был это я предполагаю правда или нет напишите из-за тиража это самая распространенная монета 30 и 46 года ладно помучаемся еще время позволяет итак ребят продолжаюсь бороться с кирпичами был сигнал вон около катушки лежит знаете думал ёшкин кот опять какая-то бардачос или что-то в этом роде и знаете вроде да алюминий с небольшим так с такой патиной ну когда я взял в руки она легкая и оказывается это пластик пластик ну звенел то блин не пластик и пошвырялся пошвырялся и где-то вот видите да слепок остался слепок вот она вот она монетка могу с уверенностью сказать блин 46 год да 20 копеек 46 года здесь Женька подымал наверное штук семь разного номинала монеты и 10 и копейки и пятаки и трешки у него 46 года и у меня тоже пятак 46 двадцатка 46 в общем в 46 году здесь обильно теряли монетки пойдет пойдет итак ребят находок не очень много в час по чайной ложке и показываю уже вот такие вот мелочевные так это ну это не мелочевка 10 копеек 40 40 ай 49 я уже думал блин 42 думал 42 очень было похоже ну ладно тоже монета чайная ложка итак ребят подошел я уже видите да фундаментный камень вон угол и вот так вот он что идет и я уже устремился к своей базе база уже рядышком рукой вот подать вот прям вот рукой рукой а то обычно я вон оттуда он бегал и мне казалось далеко за водичкой на охоте камеру взять а сейчас во у меня сигнал был теперь я его не вижу где-то в этом уголке был где-то здесь где пин-поинтер на шерфе я не использую это здесь это у нас очередной пятак но к сожалению год без разницы ребята год без разницы потому что он ушатанный ну ладно что-то здесь пятаков больше чем копеек прямо идут пятаки и все идут и идут идут и идут вот так вот уже по монетам после того как Женька уехал вот такой вот самодельный блесну наверное нашел фиг ее знает может быть ну как то вот так вот пока да кушать здесь люди ребята кушать здесь любили тут прям чирикует блин что за птички ребят это не ласточки а вот это ласточка полетела а вот эти вот нет это не ласточки о вот это ласточка ладно погнали Ребят, сижу я тут с дедом земляным, курю А оказывается, я копаю здесь не один А вот смотрите, клещ Валера со мной копает Ого! Вот это да! Клещ Валера, прощай На этой деревне я на прошлом копе Вон в том лесочке Два клеща, пойдем, один по майке А другой уже впиялся в меня Соскоблил его Так что, клещи пока есть Блин, теперь начну весь чесаться Итак, ребят, подрезая кромочку Я дерн практически никогда не прозваниваю Вот, земляному деду сказал Земляной дед, мы с тобой монетку отыщем И покурим И вот у меня земляной дед курит Наслаждается И подбрасывает мне монетки И вот в дерне выпала двушка Смотрите, какой бодрый Это не дымовой сохран, а верховой даже Двушка, 49-й год Спасибо, дед, спасибо Мы с тобой, наверное, скуримся Скуримся, да, дедушка Скуримся Ну ладно Зато ковид нам не опасен Да, кстати, ребята Кстати, кстати, кстати Хочу вам сказать Правда нет Подтвердите мои слова Говорят, что на курящих Ковид не воздействует Обосновывают тем, что якобы То ли в кишечнике То ли в желудке То ли где чего Белок у курящего Как бы не образуется Ну, ребят, я не буду ничего зацикливаться Вы меня поправьте в комментарии В общем, у курильщиков Ковид не развивается Как-то вот так вот Правда нет Напишите, пожалуйста, в комментарии Буду знать Так что курите на здоровье Это не пропаганда, ребята Не пропаганда Не курите ни за что Лучше ковид, наверное, заболеть Чем курить Бредная привычка Не могу до сих пор От нее избавиться Так что продолжаем Итак, ребят Минут пять назад Наверное, я вам Говорил, что здесь пятаки Только вылазят И вы знаете Сейчас перемотаю назад Свои слова вам покажу Что-то здесь пятаков Больше, чем копеек Прямо идут пятаки И все Идут и идут Вот, смотрите Накаркал Копейка Копейка год Не знаю После 30 46 46 год Ну Как без этого 46 Ладно В копилочку Продолжаем Продолжаем смещаться К другой Противоположной Стране дома На подсрезке Опа Выпало 10 копеек Очередные 46 год Ёшкин Катай Че такое Че тут Расчески Ну ладно Продолжаем Рано Рано Стал убирать Камеру Ребята Рано 10 копеек Только что Снял Чуть Начал Мотать Катушечкой Вот на это Расчесочка И сигнал Был И выпало Спорим Ребята Какой год Угадайте Пишем в комментарии И я говорю Что 46 Па-бам Нет Ребята Это 45 Победа Победа Над фашизмом 45 год Я думал 46 Сука Ладно Пойдет Итак Ребята Че-то я устал Бегать за камерой Прямо Ключаю Выкапываю И Сразу Находка Если Не верите Мне Здесь Вот я Присыпал Нашу расческу Видите Да И Вот здесь Вот Вот она У нас Трешка 43 год 43 Зачетно Да Кстати Я вот Может быть Онлайн Сниму Онлайн Как это Нам сделать Куда камеру Поставить Чтобы Меня Было Видно Так Пожалуй Сюда Вот Вместе Где Земляной Дед Сидит У меня Курит Пожалуй Так Вот Поставлю Камеру И Онлайн Ребята Онлайн В прямом Эфире Что-то Вы знаете Монеты За монетой Пошли Одно Удовольствие Стал Получать Ребята Прям Вообще Это Мне нравится Нравится Сейчас Я уже Как вы видите Хотя Вы не видите С этого Ракурса С этого Ракурса Не видите Я уже На пределе С материком Всего На всего Жто Клопаты Ребята Жто Клопаты Что это такое Ооо و Утка Утка Будет курить у нас Вместе земляны о ребята глазами глазами выкопал двадцатка двадцатка 46 года ага зачет а я еще не прозванивал ребят что-то еще а все почему я так долго ребята тру думаете я думал 42 а это ребят 40 48 вот она красавица так погнали дальше до поехали стенках нет ничего все равно подрежем углубляться страной здесь смысл это материк неудобно а то сейчас мы встала задницы к вам как-то не некрасиво получится за один да ладно а пятак ребята пятачок год 46 а их классно как вам такая ребята съемка а прямом эфире уже 4 монеты до эта камера много занимает много снимают хорошем качестве она и занимает много памяти ребят не буду я это весь процесс затягивать что-то пропал куда-то так что это ты что сигналил маленький маленький кусочек как чешуйка блин и сигналит ну а там ребят еще есть сигнал но сигнал уже материк ребята что такое материк ребята а то мы слушайте слушайте материк от когда после засыпки идет слой у такого прессованного камня то есть это прессованной земля прессованная земля вот именно до этого я и шурфлю не ребят я очень выкопал он еще находится там так горшочки вот видите ребята горшок сломал а монету пока не видно не ну надо еще на данный посошок и стандартной форме продолжать дальше копать хорошего по чуть-чуть по чуть-чуть не не могу достать ребят а чё то тут еще у нас а чё в руке чё то до этого только что вам чешуйку маленькую показу обломок от нее а чётко звенит ребята глубина 10 сантиметров и показывает что-то бронза а чё у нас бронза это монетки желтенькие советской эпохи я предполагаю что это пятачок или трешка а вот она не я ошибся это у нас опять пятнашка пятнашечка сорок шестого зачет зачет чё я выкопал нет да выкопал сейчас то что я набросал ребята за раз вот эту кучу я ее за пределы это у меня как бы рабочий стол подрезаю сюда вызваниваю потому что здесь как бы лучше там везде у меня может затеряться так что сейчас вот эту почищу и полезу дальше срезать кромку за кромкой и снимать в обычном стандартном режиме так что погнали дальше перекур с земляным дедом и суточкой который нашел кря кря итак ребят сигнал только что вам показывал и говорил что не буду снимать в прямом эфире я его все таки выкопал видите нету больше нету там ничего вот он этот сигнал был это 15 ух ты какой он красный и причем 15 копеек год 30 30 какой то не вижу 30 какой то класс земляной дед мы с тобой скуримся наверное да скуримся со мной вот сидит дед вы наверное скажете о санек блядь совсем крыша поехала пятницу себе нашел нет это не пятница ребят копаю я один как робинзон круза да но у меня не пятница у меня земляной дед да земляной дед со мной копает и подбрасывает подбрасывает мне монетки пойдет ну что ребят наконец то что то необычное а то монеты вам наверное уже надоели все это банально вон видите у меня уточка уточка скучает скучает и я для этой уточки нашел компаньона или компаньоншу вот такая ребята глиняная свистулька я сейчас ее почищу помою она конечно отколота немножко водичка у меня есть сейчас ее посмотрим свистит она живая или все нет это очередная находка ребят пойдет в краеведческий музей при школах сегодня у меня уже два экспоната готовы к школьному музею откопал а первое это там похоже на лопату какую-то чуть позже вам покажу сейчас свистит не свистит узнаем итак ребята помыл я свистулечку и для вас исполняет седой копатель музыкальный инструмент зачастую это детская игрушка и вам исполняет мелодию я не музыкант у меня медведь на ухо наступил в детстве седой копатель aconteceu спасибо медведь приступил мне все же но чуть не оглох классная ребята аплодисменты plats Свистулька – одна из очень старинных, повсеместных и широко распространенных игрушек, превращающих в умелых руках музыкальный народный инструмент. Форма свистулек разнообразна – птицы, лошади, собаки, кошки и другие животные. В древности звучание глинных изделий служили средством общения с духами и являлись предметами культов, участвуя религиозных ритуалах. В языческое время глиняная игрушка была магическим инструментом, способным вызвать ветер и вместе с ним дождь, отпугнуть нечистую силу. На Руси свистулька появилась не позднее X века. Они представляют собой сочетание простейшего музыкального инструмента. Лепилась такая игрушка на пальцах из одного куска глины. Основное искусство мастера заключалось в создании ее полой звуковой части свистка. Секрет чистого и насыщенного звука зависит от ряда причин и прежде всего от правильного расположения воздухоотводных каналов в мунштуке и находившееся под ним отверстие для выхода части воздуха. На Руси свистулька почти всегда сопровождала гончарный промысел. Любой горшочник мог сделать глиняный свисток, даже если производство глиняной игрушки не было обыкновением в данной местности. Веселый, звонкий свист и музыкальный трель глиняных соловьев всегда раздавался на всех ярмарках. Наша игрушка свистулька представлена в форме птички, отличающимся большим музыкальным достоинством. Датируется XVIII-XIX веком создания. Удивительное дело, но пролежав сотни лет в земле, эти игрушки и сегодня поражают звонким и объемным звучанием. Значительно отличаются от своих современных аналогов. Причем в зависимости от размера полой части игрушки, звук может быть высокий, пронзительный или более низким, басовитым. Надеюсь информация была полезной, а музыка приятной. С вас лайк и репост. А сейчас возвращаемся на коп. Итак, ребят, последняя находка была где-то вот здесь вот, где у меня катушка. Смотрите, сколько я пошурфил. И находок не было. Были находки ворошиловского стрелка и потом как отрезало. Почему ворошиловский стрелок? Пуговки. Пуговки со звездой. Гильза. Что за калибр, что за патрон, не знаю. Чуть такое. Но это гильза. И естественно, почему ворошиловский любил стрелять по монетам. 10 копеек. В каком году стрелял? Ну-ка, сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Или не посмотрим. Тридцать... Тридцать девятый, что ли? Да, тридцать девятый год. Тренировался перед первой своим, наверное, стрелком. Перед войной тренировку осуществлял наш ворошиловский стрелок. Вот такие вот сопутствующие находки у нас в шурфе. Ну и я к чему. Вот это все время у нас не было находок вообще. Ну, здесь вот ворошиловские находки. Вот этот пятак вообще пустой. И в конечном итоге выпал у меня вот она, круглая. двадцать копеек. Сорок шестой год. Ну, вот так вот. Шутки уже закончились. Дай, земляной дед, шутки закончились. Скажи, дай мне курить! И снова все попрет. Вот. Ладно. Перекуришься. Накуришься еще в свое время. Солнышко у нас уже к вечеру подходит. Значит, скоро будем закругляться. Итак, ребят, я уж решился закругляться. Подрезаю стеночки, выравниваю, чтобы не было ямы. И вы знаете, не знаю хорошо или нет, но сигнал казался медным. И на этом фундаменте выскочил третий царь. Третий. Год четырнадцатый. Копеечка 1914 год. Вот. Вот. Вы скажете, о, Саня, царь. И надо радоваться, счастья. Да, с одной стороны, это хорошо, когда царь обладает. Но, ребята, но. Я люблю, ребят. Почему я люблю шурфить непосредственно советские фундаменты? Потому что на советских фундаментах засыпка достаточно приятная. Получаешь от шурфа удовольствие. Но это мелочь. Люблю советские фундаменты из-за того, что на них, как вы знаете, у нас попадаются копейки двадцать пятого года, двушки двадцать пятого, двадцать седьмого двушки. В общем, ребята, здесь очень много вкусного. Вот. Причем советские фундаменты очень часто дают медали, ордена. Ну и сопутка очень приятная. Царские, да, вкусно. Эпоха, эпоха, эпоха царская. Но там как бы не особо много сопутки интересной. Ладно, продолжаем, ребята, продолжаем. Пока у нас солнышко еще высоко. Копать, по идее, далеко. Но здесь, видите, уже неприятный грунт идет. Всего-всего на штык лопаты, а потом материк. С той же стороны там вообще камень на камне лежит. И вообще. Ладно. Солнышко, ребята, уходит за горизонт. И, значит, нам тоже надо возвращаться и ехать навстречу к солнцу. Ну а сейчас обзор того, чего я нашел. Вот такой вот у меня сегодня набор находок. Сопутка. Ничего интересного. Вот такой вам не показывал. Что за народное творчество, не знаю. Две солдатские пряжечки. Это у нас от подсвечника. Это у нас крышка часов. Так, пуговки. Ребята, пуговки. Солдатская. Лысая. Затем лесник. И якорь. Все пуговки. Но нет орлянки. А то был бы полный набор. Да, кстати. Если вдруг у вас попадается на копию незнакомая пуговка, и вы хотите определить, датировать ее, то я вам рекомендую вот сюда. Группа ВК, где вам всегда помогут. Ссылка под этим видео в описании. Дальше. Чуть повыше. Вот такая пуговина. Интересная. Интересная. Тоже народное творчество. Свистулька. Надеюсь, вам понравилось, как она свистит. Я не музыкант, но старался для вас. По царям. Три царя. Это хорошо для этой деревни. Две копейки серебром 1840 год. Две николаевские монетки. Шесть пятаков. Четыре трешки. Ну, двадцатки, пятнашки, десятки, двушки, копейки. Все банально. Ну, как-то вот так вот, ребята, получилось. Я считаю, что удачная экспедиция. Самое главное, была веселая. Да, кстати. Убираем. Что это, ребята, за лопата? Я просто собираю для музеев. И вот лопата, смотрите. Она не изогнута так. Она такая была. И конструктивно она и должна быть такой. Что за лопата, ребята? Для чего использовали? Фиг ее знает. Интересно. Любопытно. Пишем в комментарии. Итак, ребята, на этом я буду заканчивать сегодняшний видео выход. Экспедиция состоялась. Было очень интересно. Сенсации не было. Но все же было достаточно приятно мне с вами провести время. Вы по ту сторону экрана, я по эту. Ну и, ребята, для вас, для вас. Хочу исполнить красивую, забытую мелодию. Эта местность, эта природа не слышала этой музыки буквально сто лет. И я сейчас напомню окружающей природе красивые мелодии. Не обессудьте. Я не музыкант. Яerin даст te Thraso. Эта комната. Яна. Привет. Вот. Эта branch рассказывается. Субтитры сделал DimaTorzok